МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 15 октября 1806 года, в состав Российской империи вошло Бакинское ханство. Ханство не спасло даже вероломное убийство в ходе переговоров русского командующего Павла Цицианова. 15 октября 1908 года состоялась премьера первого российского кинофильма «Понизовая вольница». Картина была снята по мотивам народной песни о Степане Разине. Она длилась 7 минут. 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода в строй самого протяженного в мире нефтепровода «Дружба». 15 октября 1967 года под Волгоградом было завершено строительство статуи «Родина-мать зовет». 15 октября 1863 года родился Петр Козлов, замечательный русский путешественник, открывший следы древней тангутской цивилизации. Словно туча неслась на нас, орда дикая, кровожадная. А на другой стороне, впереди своего бивуака, молча с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка. 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа. Это описание лишь одной стычки с шайкой в три сотни кочевников-тангутов. В 1883 году Великий Пржевальский осуществлял свою четвертую центрально-азиатскую экспедицию. Был в рядах его отряда и молодой вольноопределяющийся Петр Козлов. И, кстати, за этот бой он получил Георгиевский крест. Весьма иронично, что Козлов будет еще не раз отбиваться от тангут, которые массово промышляли грабежом в азиатских степях. А между тем, именно он станет первым исследователем их прошлого. И откроет, что когда-то эти кочевники были хозяевами весьма просвещенной и развитой цивилизации. Ученик Пржевальского, молодой поручик и исследователь Петр Кузьмич, зимой 1900 года встал благодаря экспедиции на Тибет. Но теперь Козлов имел задачу установления контакта с главой Тибета Далай-Ламой. Характерная деталь техпутешествий. Экспедиции были и военными, и научными, и дипломатическими. И Козлов должен был выполнять массу разнообразных миссий. Отстреливаться от бандитов, вести переговоры с Далай-Ламой, собирать гербарии, проводить топографическую съемку, раскопки и бог знает что еще. Недаром один из соратников оставил в нем такие воспоминания. Это не человек, это какая-то жила. Пройдем горами да долами, верт 40, с ног валимся, а ему еще давай. Ему почему-то еще 5-10 верт отмахать нужно, словно до родной хаты. На биваке валишься с ног, все в тебе гудит, а Козлов берет буссоль, трубу и легкой походочкой, как ни в чем не бывало, на ближайшую гору. В 1908 году в пустыне Гоби, в ходе очередной двухлетней экспедиции, Козлов сделал самое свое важное открытие в жизни. Один из его местных товарищей, Сакто Бадмажапов, поведал, что в песках видел останки какого-то загадочного покинутого города. Урочище это называют тангуты Харахота, Черный город. Козлов завернул в эти места и тогда же открыл раскопки. Перед ним лежал чудом нетронутый, только занесенный песком древний город. Вскоре он раскопал целую библиотеку с письменами. Язык этого города был ни на что не похожий. Козлов уже тогда заподозрил, что его жители могли принадлежать к какой-то особенной исчезнувшей цивилизации. Вечером люди скоро уснули, я еще гулял по развалинам. Меня сопровождала мысль, скоро ли явятся сюда более детальные исследователи. Уже ли они не скажут нам, кто и когда тут жил, а как интересно знать все это. Козлов послал кое-какие артефакты в Петербург. А потом получил оттуда известие, что им открыта исчезнувшая империя. Которая в китайских источниках упоминалась как Си-ся. А носителями этой культуры были предки тех самых очующих тангутов. Как напишет позже один из экспертов, до этой находки было известно всего несколько монет с надписями на языке Си-ся. Затем несколько надписей на камне и одна единственная рукопись. Козлов нашел целую библиотеку в несколько тысяч тангутских рукописей. В том числе не имеющие аналогов текста. Петр Кузьмич благодаря своей энергии сделал еще очень многое. Его перу принадлежали несколько книг, главным образом о путешествиях в Центральной Азии. Он провел раскопки в курганах культуры хунну. Он стал спасителем уникального взбобедника Аскания-Нова под Херсоном, когда ему угрожала разруха гражданской войны. Но над всем этим возвышается город в пустыне. Мертвый город Хара-Хота. Возможно, главное открытие всей русской археологии.